Сегодня мы завершим рассмотрение третьей главы Ученый в Рунии из Азербайджана Фариды Мамедовой В книге «Карабах. История в контексте конфликта» Изданного, как я уже говорил не раз, 12-ю азероучеными на русском языке в Санкт-Петербурге в 2014 году Напомню, что веренная Фариде Ханум глава называется «Албанские истоки карабахской проблемы» Судя по тому, как Мамедова озаглавила свою часть работы Проишедшая в Карабахе в начале 90-х годов прошлого столетия Есть результат албанских истоков Тюрки умалчиваются, хотя здравый смысл отказывается понимать две вещи Первое, причем тут албаны И второе, зачем пенять на тех, кого нет рядом с нами До возникновения первых тюркских шатров в регионе Два царства, Армения и Кавказская Албания Жили и не тужили, не враждовали И, кроме того, Армения, как более мощная и цивилизованная соседка Крестила Кавказскую Албанию И способствовала грамоте Чтобы албанская апостольская церковь могла совершать богослужения И на родном языке в том числе По сути, Армения – кума Кавказской Албании Соответственно, последняя ее крестница Что касается карабахской проблемы То причинно-следственную связь нужно искать в тюрках А тюрки в регионе у нас кто? Верно, современные азербайджанцы Думаю, понятно, что всю книгу из 410 страниц Мне физически сложно процитировать Поэтому, как и в предыдущие разы Мы будем рассматривать лишь отдельные цитаты из нее Которые, на мой взгляд, кажутся наиболее любопытными И вот следующая цитата Фариды Мамедовой Завоевав Кавказ уже к 50-м годам XIX века Россия укрепила свои позиции на Кавказе Ликвидировала этнополитические образования Автохтомного населения Грузинское царство Азербайджанские ханства Создала впервые не существующие никогда на Кавказе Политическое образование Армянскую область на землях Азербайджанских ханств Ирванского и Нахичеванского Предварительно увеличив армянское население в них Путем переселения армян из Османской империи И Албан из Персии Далее из существующих на Кавказе Двух древних автокефальных апостольских церквей Грузинской и Албанской Действовавших с 4 по 19 век включительно Царизм ослабил грузинскую церковь Ликвидировав ее автокефальность И полностью упразднил албанскую церковь Превратив ее в епархии Эчмиадинской армянской церкви И деэтнизировав автохтонное албанское население Вот как Все в кучу собрала Однако начнем с самого начала Этой цитаты Россия укрепила свои позиции на Кавказе Ликвидировала этнополитические образования Автокефтонного населения Грузинское царство Азербайджанские ханства Известно ли Фариде Ханум Псака Мамедовой Что грузинское царство Было ликвидировано при Константине II В конце XV века А точнее не ликвидировано А распалось оно на мелкие царства Картли, Кахети и Эмирети И не по вине русских А в какой-то степени по вине войск Персидского шаха Если, как утверждают Азербайджанцы Никакого персидского шаха не было А все это было азербайджанским То Грузию постоянно Разрушали азербайджанцы Смешно? Очень Потому что это действительно была Персия Но не исключено Что верными псами Персам-единоверцам Служили тюрки Учитывая, что грузинская историография Говорит После ухода шахских войск Царь Константин Истребил в окрестностях кочевников Думаю, понятно О ком идет речь Вместе с шахскими войсками Под раздачу могли попасть кочевники А в регионе Кроме тюрок-кочевников Не было никого иных А тюрки у нас Предки современных Азербайджанов Явно не армяне Не войнахи Не абхазы И не осетины А именно Азербайджанцы Видимо Фарида Ханум Неудачно Оговорилась Она имела в виду Не грузинское царство А картли-кохитинское царство Которое было упразднено В 19 веке В 1801 году После выхода манифеста Русского императора Александра I Далее в течение лет Один за другим Постепенно упразднялись Грузинские княжества И территория Одна за другой Стали входить В Российскую империю Об этом знает каждый школьник За пределами Азербайджана Но с трудом понимают Ученые в Азербайджане Так же как и с трудом понимают Что не было и быть не могло Никаких азербайджанских ханств Во всяком случае Любая неазербайджанская история Умалчивает о них Были ханства Ириванское Ночичеванское Карабахское Бакинское Гянджинское Кубинское Карадахское Урмийское Но все эти ханства Принадлежали Персии Со времен Шаха Аббаса О каком азербайджанском ханстве Идет речь Неясно Известный российский историк Арабист Религиовед Павел Густерин В своем научном труде Социальная история Дагестана и Закавказья Пишет следующее В результате ослабления В 17-18 веках Власти персидских шахов Династии Сифивидов и Афшаров Дагестан и Закавказья Разделились на несколько владений Управляемых ханами К середине 18 века Образование ханств Фактически завершилось Северный Дагестан Занимали Баматула Мектулинское ханство И Тарковское владение Шамхальство Средний Аварское И Казикумухское ханство Южный Дербентское И Кюринское ханство Табасарань и Уцмейство В Закавказье располагались Бакинское, Гянджинское Джавацкое, Муганское Елисуйское, Карабахское Кубинское, Нахичеванское Сальянское, Талышинское Шекинское, Шерванское И Армянское ханство Автор четко указывает Кому принадлежали эти ханства С какого по какой исторический отрезок времени И чем отличается ханство от метрополий Где восседает сам шах Правитель ханств и ханов и беглярбеков Так что ни о каком Азербайджанском государстве Речи не могло быть И не может вообще быть Увы и ах Далее Фарида Мамедова Снова потрошит Тему Армении в Закавказье не было Карты все В широком доступе Карты независимые Не армянские И милости просим Заглянуть А вот намек на то Что шах Заселяет Карабах Не армянами А албанами Которые Позже Арменизируются Ну это Сверхмаразм Фарида Ханум считает Что армяне Карабах Это потомки Албан Видимо Лично проводила Генетическую Экспертизу С карабахскими Мужчинами Не легче ли было бы Выставить Хоть одну Лабораторно-исследовательскую Работу Где бы доказывалось Что ДНК Армян Карабаха Тождественно Прикаспийскими Кавказскими Народами Южного Дагестана И Ширвана Пока что генетика И росология Говорят Как раз Об обратном И не нужно Даже быть Генетиком Чтобы визуально Отличить Среднестатистический Антропотип Арминоида И Кавкасиона И тем не менее Необходимо Заметить Что смешанные Или противоположные Расовые Типы Могут встретиться У какого угодно Народа И армяне В том числе Не исключение Представителей Которых Можно Едва Отличить От славян Я имею ввиду Армян Похожих На славян Вот Фотографии Например Перед вами Или Армян Похожих На Кавказцев Или Армян Похожих На Азербайджанцев И даже Армян Похожих На Турок Теперь Касаемо Упразднение Автокефальности Грузинской Церкви И упразднение Албанской Церкви Я думаю Не нужно Обладать Глубоким Умом Чтобы понять Что Церковь Чего греха Таить Тоже Своего рода Бизнес После Присоединения Картлийского Царства К России Империя Возжелала Контролировать Все И реформировать Любое Учреждение Так Чтобы было Удобно Именно себе Империя Не была бы Империя Если бы Контроль Не касался И духовенства А тем более Безбедного Духовенства Обладающего Большими Наделами Земель И доходов Конечно же Петербург Воспользовался Этим И упразднил Автокефалию Грузинской Церкви Являющейся К тому же В какой-то Степени Близкой К русской Церкви И составляющей Один Православный Костяк К сожалению Метрополия Посчитала Нужным Закрепить Грузинскую Церковь Под Эгидой Русской Православной Церкви Албанскую же Церковь Ожидала Худшая Участь Ее и вовсе Упразднили Так как В Российской Империи Уже не было Таковой Национальной Единицы И службы На албанском Языке Не проводились Выражаясь Ненаучным Языком Бывшие Албаны Исламизировались И составили Отдельные Кавказоязычные Народы И нет Ни одного Исторического Документа Где бы Говорилось Что албанские Храмы Передались Под Армянскую Епархию Хотя я Наслышал Что Фариде Мамедовой Знаком Этот документ Где-то Она его Видела Но На вопрос О том Почему Она Не сделала Копию Ответила Просто Когда Ксерокса Не было Фото Не было Но я его Наизу Помню Ладно Ксерокс Но Фото Оно Уж точно Было И хотелось Бы мне Знать Если Армянские Храмы Карабаха Это Албанские Храмы То как Получилось Что Они Сохранились В Карабахе Но Не Сохранились На территории Исторической Кавказской Албании От Абширона До реки Самур У меня Скорбное Предчувствие Что их Уничтожили Отцы Мамедовой Ну не могли Же они Сквозь землю Провалиться Да И еще Фарида Ханум Называет Грузинскую И Албанскую Церковь Древними А об Армянской Церкви Говорит С пренебрежением Между Тем Хотелось Напомнить Азерапсаке О том Что Если Грузинская И албанская Церкви Древние То Армянская Куда Наедревнее Все же Не стоит Забывать Что Армянская Церковь Первая Государственная Церковь Мира Прилагательное Государственное Я применил Конечно же Не с юридической Или Конституционной Точки Зрения В современном Понимании Я это Применил Потому Что Армения Была И есть Первой Христианской Страной Света Возможно Некоторые Из вас Станут Критиковать Меня За то Что Я Часто Употребляю В отношении Мамедовой Нелестной Выражения Но Других Более Мягких Выражений И словосочетаний Она не заслуживает И не потому Что она Вруния И шарлатанка Нет Она Мерзкое Создание Которое Пишет Геноцид Армян В 1915 Году В Турции Оказался Очень Своевременным Ускорил Решение Вопроса О создании Армянского Государства Но уже На другой Территории Армяне Были Разбиты Часть Уничтожена Жалкие Остатки Армянского Населения Бежали В Сирию На Кипр В Египет Думаю Комментарии Излишни Но Дура Голова Сама призналась Неосторожно Что Геноцид Был Таковы Нынче В Азербайджанской Науке Времена Носторожно Носторожно Продолжение следует...